6 июня во всем мире отмечают День русского языка, на котором написаны почти 800 произведений Александра Пушкина. Автор Евгения Анигина, Бориса Годунова, Пиковой дамы и любимых детских сказок переведен на сотни языков мира. В Ниницкой центральной библиотеке имени Пичкова в день рождения мирового классика перечитывали знаменитое произведение на ниницком языке. Возможность читать одну из самых знаменитых русских сказок на ниницком языке появилась в 1941 году. Первый ниницкий ученый Антон Пырерко перевел на родной язык сказку о попе и работнике его балде. Примерно в это же время произведения Пушкина стали переводить и на другие языки коренных народов России. Здесь перечислены все национальности и вот все эти национальности они переводили на свой язык сказки, то есть вернее не только сказки Пушкина, но и там стихотворения. Антон Петрович там оставил разгадку, поп звучит на русском языке и балда тоже на русском языке. В 2015-м в Архангельске вышел сборник переводов самого знаменитого стихотворения Александра Пушкина. «Я помню чудное мгновение» можно прочитать на 210 языках мира, в том числе и на ниницком. Роза Ивановна Конюкова переводила. Так, есть непальский. Непальский, да. Главное на их буквы. Их письменность. Да, их письменность. День русского языка ежегодно превращается в настоящий праздник ценителей литературы. Книжные выставки, литературные квесты и дуэли. Главным образом на тему произведений Александра Пушкина. В Москве стихи русского классика читают на Красной площади. А в Санкт-Петербурге на станции метро Пушкинская звучит рэп на знаменитые строчки. Любовь к Пушкину переросла все человеческие границы и перешла в новый формат. В июне всему миру будет официально представлен робот Пушкин. Андроид одет во фраг, белоснежную рубашку и цилиндр. Есть черные кудри и бакенбарды. Декламирует Андроид в статической позе, однако мимика схожа с человеческой. Он умеет улыбаться, шевелить губами и бровями. В литературном арсенале робота около 600 стихотворений и поэм. Я вас любил, любовь еще быть может. В душе моей угасло не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. В Челябинске в честь автора Евгения Онегина танцуют вальс начала 19 века и дегустируют его любимые блюда. Полбу, блины, сыр с плесенью. В Казани, несмотря на дождь, поклонники поэта декламируют стихи. Сотни городов в России и мире ежегодно присоединяются к празднованию Дня русского языка, который в произведениях Пушкина зазвучал по-новому.